Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем ожидать симпозиум в Jackson Hole. Он стартует уже в четверг, соответственно, в пятницу. Ждем выступления главы американского регулятора Джерома Паула. Все, что будет происходить до этого события, это, скажем так, околорыночные явления и новостной фон, который будет формировать определенные тренды локальные, каткосрочные. Но основные движения это все-таки уже после того, как вот этот ожидаемый триггер в виде выступления Паула станет уже фактической новостью. Нам нужно разобраться в том, что он скажет, потому что от этого зависит будущее американского доллара и будущее всех других финансовых инструментов. Сегодня на повестке экономического календаря 8.30 по GMT ждем данные по индексу активности производственного сектора Англии и активности в сфере услуг. Эта статистика традиционно важна для нас, потому что фонд это тот самый инструмент, в отношении которого мы сделали, скажем, долгосрочную ставку на то, что этот актив точно выйдет к новым локальным максимумам. И пока мы тоже здесь ожидаем следующее важное фундаментальное событие, это сентябрьское заседание британского регулятора. Лично у меня нет сомнений в конечном счете в том, что ставку Банк Англии будет повышать в соответствии с текущими ожиданиями. Минимум 25 байсных пунктов. Оптимист во мне говорит, что впору рассчитывать на повышение ставки на 50 байсных пунктов, потому что, как мы все прекрасно знаем, проблема с инфляцией в Англии остается такой же актуальной сейчас, как и полгода назад. Также из отчетов текущей торговой сессии в 13.45 по GMT ждем также отчет PMI производственного сектора США. Вряд ли этот релиз станет тем самым, который может стать источником повышенной волатильности, но, опять же, чем больше макроэкономической статистики сейчас по США, тем больше условий понять, в каких условиях находится американская экономика. От этого, напомню, зависит, наверное, риторика Павла, потому что он тоже будет обязан опираться на какие-то фактические цифры и показатели на то, что происходит со сферой услуг, с промышленностью, с строительством, с рынком недвижимости, с рынком труда. И заранее понять состояние отдельных секторов будет, конечно же, не лишним. И в 14.30 еще по GMT запасы нефти США. Релиз, который может подстегнуть локальную волатильность на рынке нефти. Касательно рынка нефти можно перейти к текущим котировкам бренда. 84 доллара за баррель. Я по-прежнему сохраняю выжидательную позицию и скажу так, что сейчас я не советую набирать в портфель большое количество торговых инструментов. Выберите 1-2 и сфокусируйтесь на них, потому что все может измениться из-за того, что сейчас мы работаем с рынком, который находится в режиме ожидания, а не в режиме отработки каких-то трендовых движений. По нефтянке 84 доллара за баррель. Я сторонник того, что нефть будет расти, но пока что никак не хватает смелости купить этот инструмент, потому что вижу, что происходит с Китаем. Много раз уже об этом говорил. Сейчас по цифрам хочу лишь добавить вам, может быть, сомнение в том, что действительно Китай в ближайшее время будет регионом, который обеспечит нефтянку солидными показателями спроса. В июле импорт нефти в Китай из России сократился на 23%. Из Саудовской Аравии на 28%. Общий показатель импорта снизился на 16%. Можно предположить, что сейчас в Китае больше сосредоточено потребление того, что накопили за последние месяцы своих резервов. И в этом, может быть, есть какая-то логика, учитывая то, что цены находятся на очень высоких уровнях. Но если сравнивать с тем, где мы их видели некоторое время назад. Но это не отменяет факты того, что импорт нефти снижается. И, может быть, это также является следствием более низких объемов потребления. К этому как раз тоже вопросов нет, учитывая просадку по промышленному сектору, отрасль, которая и определяет фактически показатели спроса на нефть со стороны Китая. До тех пор, пока мы не получим хотя бы несколько подтверждений того, что не все так плохо в Поднебесной, я думаю, что лучше отказаться от длинных позиций. Индекс доллара 103.39, очень высокая волатильность, такие размашистые движения уже несколько торговых сессий. Рынок не знает, в конечном счете, какую позицию занять. Покупатели рассчитывают на то, что ФРС в лице Павла сделает заявление об уместности еще одного повышения ставки. Продавцы считают, что это маловероятно. Тем временем еще одно рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги ряда американских банков на понижение. И, кстати, их аргументы точно такие же, как использовали мы некоторое время назад, чтобы оправдывать и объяснять вот это мощное давление, которое оказывается на американскую финансовую систему из-за высоких показателей доходности американских облигаций, из-за жесткой монетарной политики и высоких процентных ставок. Поэтому все уже рейтинговые агентства отличились. Это доказывает то, что американский банковский сектор действительно столкнулся с серьезными проблемами. И кто знает, что будет дальше. Я почти уверен, что если доходности американских облигаций начнут стремиться в район 5%, то будет прям совсем плохо. И мы будем готовиться к полномасштабному финансово-экономическому кризису. Тем временем десятилетки уже на максимумах с 2008 года держатся в районе 4,3%. Я уверен, небольшие сомнения присутствуют, потому что это рынок. Но, опять же, мой главный довод заключается в том, что ФРС не может не видеть эти риски. Поэтому на симпозиуме в Джексон-Холле должен анонсировать скорое завершение текущего цикла ужесточения монетарной политики. Я сохраняю короткие позиции по индексу доллара и жду последовательное снижение этого инструмента в районе 100 пунктов. Золото 1900 долларов за тройскую омсу. Сантимент пока что практически 50 на 50. Периодически возникают небольшие отклонения, но в целом 50 на 50. Я ранее в ходе вчерашнего брифинга уже отметил, что в текущих условиях лучше уже тем из вас, кто открывал короткие позиции, задуматься о том, чтобы зафиксировать прибыль. Но хочу отметить, что пока что до симпозиума, до выступления Павла еще 2,5 дня по сути. И в этот период времени могут предпринять попытку отправить золото еще ниже. Но потом уже будем с большой вероятностью искать точки на разворот. Фунт против доллара 1,2750. Министр финансов в Англии Джереми Хант отметил, что для того, чтобы обеспечить условия для снижения инфляции, нужно создавать условия, которые будут охлаждать рынок труда. Это тормозить рост заработных плат и обеспечивать как раз вот эту стабильность цен. Потому что чем ниже заработные платы, тем ниже потенциальная потребительская активность. Это тоже простые экономические теории, которые должны работать на практике. Но мы понимаем, что для того, чтобы охладить рынок труда, нужно проводить более жесткую монетарную политику. И опять же, выходим с вами к будущим действиям Банка Англии. Сегодня в качестве локального катализатора, напоминаю, ждем отчеты по активности производственного сектора и сферы услуг. Очень надеюсь на то, что статистика не разочарует и поможет фунту выйти на новые локальные максимумы. Доллар иена 145.64 пока что без сделок. Чем выше пара сберется в ближайшие торговые сессии. Вот для меня уровень 148-148.50 практически идеальный, чтобы начать рисковать в расчете на будущие валютные интервенции. Сейчас пара находится ниже. По новозеландцу 0.59.47 пока что короткая позиция в приоритете. Не собираюсь в текущих условиях от нее отказываться. И были вопросы по поводу перспектив евро. Я отмечу, что сейчас пара торгуется на уровне 1.08.56. И трейдеры гадают, будет ли Европейский Центральный Банк продолжать ужесточать монетарную политику. Потому что вроде бы как есть признаки снижения инфляции. Да, если ориентироваться на промышленную инфляцию в Германии, это данные, по сути, прошлых торговых сессий, она резко снизилась на 1.1% в месячном выражении и на 6% в годовом. Если говорить про общий показатель инфляции в еврозоне, она тоже снизилась с 5.5% до 5.3%. Но базовая инфляция осталась на уровне 5.5%. Я признаю то, что иных потребительских цен в еврозоне может быть достиг своих пиковых уровней. И дальше будет демонстрировать такую последовательную тенденцию снижения. Но чтобы закрепить результат, Европейскому Центральному Банку точно нужно согласовать еще одно или два повышения процентной ставки. Что будет делать евро интереснее, чем перспективнее, привлекательнее, чем доллар. И в этих условиях на долгосрок я сказал бы, что у пар евро-доллар куда больше шансов снова прорваться выше отметки 1.10, чем претендовать на снижение там ниже уровня 1.07. Но здесь тоже нужно ждать уже пятницу выступления Павла, чтобы разобраться с тем, что будет с долларом, а потом уже скопировать реакцию доллара на то, что будет происходить с главным валютным риском. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.